Напередо Дни дня веда у педагогих Родзенщины обмерковываются актуальные питания и накерунки работы региональной системы адукации на традиционной Жневинской нараде. Как было отзначено в область, по широку позиций традиционно займает лидерство. Алигатами навета той фундамент, на яким продолжится удоскональнение сферы. И нагода для отзначения успехов у формирования и реализации социальной политики Беларуси и для угонирования лепших, в зависимости с чем, педагоги при нем не привали отзнаки. Татьяна Грошук побывала на урочистом мероприемстве. Повышение якости адукации, безопасности научного процесса, поддержка молодых педагогов, а также развитие концепции, подтвержденных Министерством адукации, выходя из установки, которое складывается вокруг школы сегодня. Это маркеры, которые станут основными для всей беларуской системы адукации и Гродинской управленности в новом научном году. Особная увага будет нададена одновлению ведов в учнях и наверстанию страченного у четвертой четверти минулого учебного года. До речи, все необходимые измены у адукационную программу уже внесены. Переоценить воле образования в принципе невозможно. На самом деле, представьте, это огромное армия населения Гринской области. Это порядка 118 тысяч участников и почти 21 тысяча педагогического состава. Это те люди, которые формируют наше будущее. И основное направление это продолжить работу по созданию безопасных условий пребывания наших учеников. Это улучшение качества образовательного процесса, потому что страна очень заинтересована в мотивированных, квалифицированных, хорошо подготовленных кадрах. На фоне огульных выдатных выников, которые демонстрируют выпускники приеманских школ, особливо были отзначены 134 студента и наученца, а так само 18 педагогов, которые стали уладальниками премии специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке Тельновитой и Адоранной молоди. Как было отзначено, в область по широку позиций традиционная займая лидерство, и это именно тот фундамент, на котором продолжится удоскональование. У этого лику материально-техническая база. Как отзначено, в области поспехово реализуется стратегия кроковой доступности установ дошкольной адукации. А кроме того, 5-го вересня открывает дверы обновленный бассейн областного Палаца творчества «Дятей и молоди». Гродинское кадетское училище, починая навучальный год, с участным стадионом, обсталяванным трибунами для глидарчоу на 100 мест. 100% учреждений образования готовы к новому учебному году и получили сертификат готовности. Это новый документ, который утвержден Министерством образования именно в этом учебном году. Документ, сертификат подписан органами управления образованием, руководством школы и руководителем организации учредителя учебного заведения. Сертификаты подписывались только при полной готовности, при отсутствии замечаний со стороны контролирующих служб. И этот сертификат становится единым для всей страны документом, подтверждающим готовность учебного заведения к началу учебного года. Научальный процесс у школах стартует различные дни. Святочные линейки и урочистые мероприемства из на годы 1 веросяня отбудутся у регионе. Урок для тех, кто селит и перекручить порог школы у першыню, пройдет по патриотичной тематации. Это все пройдет за 7 ход, а потом начнутся звычайные четверти в уроки и хатные задания. А по куль педагоги принимают заслуженные узнагороды. И, как стало вядомо, у рамках Жневинской церемонии, педагогам родинщины были уручены нагрудные знаки Министерства адукации Беларуси, выдатник адукации.